Здарова. Привет. Хлоу мазафакой, ну как дела, дингер? Нормально. Что ну? Так все отлично. Ничего не спите? Ну у нас еще рано, 10 вечера только. А, 10 вечера? Ну, возможно. А у вас утра, да? Нет, нет, у нас день. А, день уже? Это в каком-то регионе? Это в каком-то регионе? 1453 в Хабаровском крае. Вот, а вы откуда родом, чем занимаетесь? В Финекс, Аризона сейчас нахожусь. Нет, родом. А, родом? Ну я здесь с 92-го года, поэтому то есть изначально из Киева. Ну, хохлов здесь много сидит. Иногда прям под лицу сразу. Здорово, хохол. Ну, лица видно. И манера общения другая немножко. Ну да, акцент есть другой. Нет, люди просто украинцы на распев разговаривают. Они обижаются на распев. А, что? А, вот таких вот у нас нету, так не разговаривает никто. А украинцы они более манерные такие. Ну, как геи только, ну никакие. Другая интонация немножко. Ну да, ну еще и москвичина. А, чабы, а нет, это... А, москвичи? Нет, москвичи акают. Ну, как это? Ну, они могут сказать там, ну да, протянуть. Ну да, она по волче чокает. Че такое? Вот так вот. Вот, но тон не повышает. Они тянут, но тон не повышают. А украинцы они тон при повышают. Кого-то поют. А, ну, чокают у нас много идей чокают. В разных регионах. Самый нормативный русский язык считается на Дальнем Востоке. Ну, в смысле, есть у нас, если прислушаться там, именно расследовать, а как же мы говорим. Вот. Есть особенности. Но изо всех регионов считается вот. Понятно. То есть мы не тянем. Да, у нас как-то, у нас не говорят, что у нас между шо и что. Как-то, что вот так вот. Ну да, потому что в Украине шокают. Шо? Нет, шокают только на юго-западе Украины. Ой, на юго-востоке. Ну, и нет, и на западе, и... Ну, на западной Украине говорят, что? Что? В них вообще ше, че. А средняя часть тоже шокают. Шо, 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 шо. Смотрите, вот, если брать, допустим, к примеру, юго-западную область Украины, юго-запад, то там люди разговаривают таким сужиком, смесью, да, и они толком не знают ни русского, ни украинского. То есть вот так вот неграмотно разговаривают. Если брать западную область Украины, допустим, там Галицию, вот, то там люди хорошо знают, владеют украинским и русским. То есть на русский язык переходят практически на приличном уровне. Ну, и средняя полоса тоже хорошо говорит по-русски, и по-украински. Киев. Вот Киев туда ближе. Киев преимущественно по-русски разговаривает. Да, хотя вот я был два года назад, там очень много людей уже. Я уезжал в 92-м году, Киев был полностью русскоязычный город, ну, практически полностью. А сейчас, вот, по улице идешь, дети между собой на украинском говорят. Ну, потому что приехало очень много, работы нет, так сказать, в областях, и они переехали в центр. И все из деревень, поэтому, конечно, плюс политика такая. Ну, да. Вот, поэтому. Ну, люди не только в Киев едут работать. Вот, еду в Чехию, в Польшу. Ну, да, у них сейчас там вообще без виз, они катаются куда хотят. Ты чё, причём здесь без виз? Я говорю, рабочая виза. То есть, если по без визу хочешь работать в Польше, ты ещё тебя накажут за это. Не, 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 там сейчас просто преимущественно в том, что человек может поехать посмотреть. Он сел, поехал, погулял, посмотрел, потом приехал, захотел, поехал, поработал. Ну, знаете, это не все так могут, потому что, допустим, это накладно просто так. Ну, там статистика показывает, что там 2 миллиона человек уже туда-сюда смоталось за это время. Как без визы, да? Туда-сюда не знаю, я знаю, что 3 миллиона украинцев, 2,5 миллиона работают только в Польше. Это не считай. Я имею в виду те, которые живут в Украине, которые поехали и вернулись обратно. Я про эти говорю. Можно быть. Да, то есть, а раньше такого, конечно, числа не могло быть, потому что не было возможности. Там многие сейчас на велосипедах ездят, я знаю, кто-то мне говорил. Сели на велосипеды, доехали машиной куда-то, велосипеды сели, переехали этот, и там, ну, чтобы дешевле стоило им. Не знаю, у нас тоже приграничная область, Ленинградская область, там город Светлогорск, к примеру, и он граничит также с Финляндией. Там есть велосипедный путь, и также велосипедом едут. То есть, просто... Ну, виза нужна оттуда или нет? Виза в Финляндии? Конечно. Ну, ты видишь, это другое. А здесь сел и поехал, паспорт только с собой взял и поехал. Там у них биометрические паспорта. То есть, я не знаю, что мне рассказывали. Когда мы получаем визу, допустим, у нас тоже биометрия, у меня уже 10 лет биометрия. И что? Не, ну, биометрия все равно, нужно там делать визу, проходить какие-то интервью, наверное, у вас, да? Правильно? Нет. А как? У нас вообще, вот, у нас Москва, допустим, сидит на испанских визах пятилетних. То есть, 30 долларов заплатил, все, пятилетняя виза, допустим, Санкт-Петербург на финских визах сидит, грубо говоря. Ну, то есть, вот так. А кофе пить, допустим, из Новосибирска ехать не имеет смысла, понимаете? Нет, нет, конечно, нет. Я имею в виду, что вот если сегодня туда поехал, потом там месяц-два прошло, если человек накопился, я поехал в другое место куда-то посмотрел. Я в этом плане. Ну, возможности. Вы знаете, вот, допустим, преимущественно, с кем я общаюсь, люди, которые не ангажированные здесь, допустим, изначально разговор не аполитичный идет, к примеру. Они либо молодые, либо возрастные люди, они говорят многие, что они не были, они не были. Я вот говорю девушке, к примеру, с Одессы, я говорю, поедь там летом, ну, куда-нибудь хочешь, может быть, я в Польшу там или куда, она говорит, ты мне денег дай. А те, которые ангажированные здесь сидят, они, ну, нигде не были на самом деле, а он мне рассказывает там про Прагу, про все, его начинают опрашивать там, знаешь, Карлов мост, дальше там памятник, допустим, такому-то, такому-то, где вы были, сразу разговор переходит на маты, человек отключается. То есть, он на самом деле нигде не был, нигде не был, но он мне рассказывает, что он сейчас поехал. Ага, я извиняюсь. All right. All right. I'll talk to you later. Bye. Вот, а допустим, в Западной Украине вот мальчишка разговаривал с другого человека, это Львовская область, он поехал в Киев учиться, его знакомый кто-то в Харьков, и он говорит, что они там все попереходили на русский язык. То есть, даже когда они вместе встречаются, там, ну, с тем, с кем они росли, друзьями, там, ну, общими знакомыми, все из Львовской области, они разговаривают по-русски друг с другом. То есть, они уже за 2-3 года так перешли, короче, на язык, вот, что, вот, вот так вот, что забыли, не то, что забыли, а перестали пользоваться украинским. Хотя они росли, и все, букву Украина из-за всей среды полностью. Вы знаете, район от района в городе отличается. У нас, допустим, есть район Южный и Пятая площадка. У нас вообще территориальной такой единицы нет, в смысле, административной единицы, как Пятая площадка, есть Южный. Но они друг друга считают, что они разные. И в советские времена, когда, если были все группировки, и после развала Союза, они там бились во враги, которые разделяют эти районы. И они считают, что они разные. Не, ну, москвичи отличаются, ну, если брать коренные москвичи, коренные петербуржцы, они, наверное, здорово отличаются от того же Поволжья тоже. Слушайте, когда Петербург строился, туда постоянно привозили то голландцев, то немцев, то из Поволжья рабочих, то из Украины рабочих. И сменялись много-много поколений, и были потом блокады, а революция, блокада, там еще следующие, еще следующие волны. Как можно сказать, ленинградцы, кто это? То есть, я эту точку зрения не разделяю, потому что, допустим... Не, ну, ленинградцы, я считаю, что если ты в поколении, там, третье поколение, ты в Санкт-Петербурге жил, и там ты, твои родители, там твоя бабушка, ты уже петербуржец. То есть, у тебя уже все равно менталитет коренного жителя. Я жил в Петербурге в 2011-2012 годах, и потом уехал, и вот вернулся в 2017 году, так как турист уже, и я не узнал город. Прошло буквально 5 лет. Не узнал, что понастроили много, или люди другие? Нет, в историческом центре ничего не понастроили, а именно люди. То есть, ну, приехали как новые люди туда жить, или... Да, туда постоянно, как бы, приезжают люди, как бы, из Москвы, может, на выходные приехали, но, в общем, одеваются уже по-другому, ведут себя по-другому. То есть, это такое, знаете, субъективное, такое, динамичная вещь такая, как бы, я не могу судить. Вот Германия, к примеру, она же называется как Будды с полгодочным, то есть объединенные земли. Там были и Пруссия, и Курляндия, там и Швабы, и Бавансы, и прочее. Потом они решили объединиться, решили объединиться в одну страну, грубо говоря, все эти разные народности со своими диалектами. То, кроме австрийцев, хотя австрийцы тоже могли, но не захотели, грубо говоря, так. Поэтому, я не знаю, есть ли вот немцы какие-то, какие-то такие... То есть, оно получается так, вот интересно, чистая психология людская, если ты попадаешь, то есть, та среда, которая была основоположницей вот этого общества, то остальные примерно подстраиваются под него непроизвольно. То есть, не настоящие германцы берут, скажем, от приезжих что-то, а именно приезжие черпают больше от германцев. Поэтому больше-меньше оно происходит одинаково. А вот в Германию едешь, ты видишь, ага, это германцы, то есть, это немцы, ты вот видишь их. Приезжаю, скажем, во Францию, я все равно вижу, это французы, они другие, они не похожи на немцев. Несмотря на то, что в Германии, как вы правильно говорите, разные национальности, но все равно вот другое. Послушайте, я вам так скажу, что немецкий язык, hochdeutsch, так называемый, он был выработан только в 70-е годы. То есть, универсальный немецкий, который приняли, потому что на который можно ориентироваться, который будет общегосударственным. До этого, потому что у них абсолютно разные диалекты были, и выработали только в 70-е годы, hochdeutsch, так называемый. Точно так же, как и ваш пример, что вы вот видите, что это немцы, грубо говоря. Хотя, если я поставлю австрийца раздетого, и немца перед вами, и, допустим, даже из Ганновера какого-нибудь, из севера, и вы не отличите их сразу. Если я с вами буду говорить, я очень с многими людьми общаюсь, вот и с немцами, и с канадцами, и с голландцами, и с этими. Вот, например, даже те же канадцы, которые англоязычные, они говорят, у них английский язык практически как американский, за исключением некоторых деталей. И вот буквально мне хватает пять минут, я говорю, ты из Канады, как ты знаешь. Да, но так же, как я, допустим, если я человека послушаюсь, он говорит, людский вместо человеческий, я уже понимаю, откуда он, понимаете. Нету такого слова людский, есть слово человеческий, а людский только украинцы используют. Или, допустим, я, допустим, скучаю за тобой, такого вообще нигде нету, кроме как на Украине. Скучаю по тебе, конечно, а это берется с украинского, там, я, ну, как бы за вот это вот. Поэтому это такие вещи. Но то, что вы сказали, что я отличаю немца, допустим, от француза, да, точно так же, как вот жители постсоветского пространства приезжают в США, допустим, или в Канаду, и для них они, ну, в общем, они все русские. И то есть есть какие-то там национально, ой, политически заряженные люди или националисты какие-то, которые доказывают с пеной рта, что он не русский, а украинец, грубо говоря. Хотя даже для немцев, у меня, вы знакомые, немцы есть, не русскоязычные никакие, а просто вот немцы-немцы. Они говорят, что для нас мы не отличаем. Русского украинца? Ну, не знаю. Да, что для нас все выходцы. В Америке вообще здесь получается, что там где-то находятся в Европе, то есть они как бы знают немцев, вот им ближе к канадце, мексиканце, вот эти нации, они больше, как бы, ну, знают. А русские, украинцы, там, голландцы и так дальше в меньшей степени. Чеченцы, грубо говоря, ну, вот для чеченца, украинца, допустим, жители Архангельской области, и вот там в Европе, в Западной, допустим, и в США они будут все русские, понимаете? Точно так же, как китайцы, в Китае 56 национальностей внутренних, но для вас, я уверен, они все китайцы. Ну, да, да, китайцы как на одно лицо все. Ну, хотя, если брать китайцы-вьетнамцы, они чуть разные, или там китайцы-японец, они тоже разные. А китайцы, да, они как все на одно лицо и все на одну культуру. Вот, поэтому... Такие дела, я думаю, что американцы на чеченцев скажут какую-то восточную страну, и не скажут, что это русские. Вот если там славик, да, то есть славянские, да, могут запутаться, а чеченцы все равно, как ни крути, у них и внешность, и выговор чуть-чуть другой. Поэтому... Вы знаете, если, допустим, к примеру, взять такую, как сказать, мыльную культуру, да, мыльное восприятие русских в культуре американской, то это, как правило, часть кавказской культуры, потому что показывают людей с саблями, которые постоянно лезгинку танцуют, асса говорят и прочее, прочее, прочее. И там какой-нибудь царь-батюшка сидит, смотрит на все это, понимаете, и распутит рядом бегать. Они не отличают. Вот я, вот сколько вот... Даже конфликты с кавказцами были какие-то, которые просачивались в англо... Ну, как сказать, в англоязычные издания, там комментаторы не отличают. Они для них русские, и одни с другими русскими, понимаете, конфликтуруют. Вот то, что я знаю. Нет, нет, здесь не так. Здесь различат. Кавказцы отличат от русского. То есть, это большая разница, очень большая. Но может быть, какие-то единичные люди, которые нет. Они кавказцы могут принять, там, за египтянина, там, за иранца, там, еще за кого-то. Но, первое, они потом, когда им скажешь, это русский, а, да, ну, вот так. А так они определят. Они могут сказать, там, любую какую-то восточную страну. Здесь очень много, ну, национальностей в Америке, и очень много культур разных, вот так, в перемешку. И за счет этого постепенно-постепенно ты все равно наблюдаешь, смотришь и видишь разницу. Ну, естественно, вот как про китайцев, вы правильно сказали, очень тяжело, там, сказать, кто какой. А вот отдельные уже такие народы, там, русские, там, чеченцы, да, там, или, там, иранцы, и, то есть, ну, видно что-то другие. Даже, даже если будут говорить вот чисто по-английски, без акцента и все, и будут смотреть, и будут все равно видеть, будут прям видеть какую-то другую культуру. Так же для вас, так же для вас, допустим, итальянец и корсиканец, это, ну, в смысле, это все есть итальянцы, допустим. Вот, поэтому, как бы, а у них, у них это четкое деление, кто с корсикой, кто итальянец, кто прочее, то есть, вот так вот. То есть, когда я служил, допустим, вот я служил в армии, к примеру, да, на флоте, я точно знал, кто ингуш, кто чеченец, хотя их было мало, практически не было, но ингушу я сразу могу сказать, хотя это близкие народы. То есть, чеченец, дагестанцы тоже, тоже похоже, да? Нет, я говорю, ингушетия, Чечня, это считается практически с одним языком, народы, самые близкие друг к другу, вот. Но я их отличал, когда я, ну, с ними общался, когда я их видел, когда я их знал, как бы, и уже 12 лет прошло, я уже не могу сказать, что я точно скажу, что я, вот, если это ингуша, это чеченец, грубо говоря, вот так. Поэтому тут, тут очень много элементов таких вот, для кого-то они принципиальные, для кого-то они... Очень важную роль еще играет вот само прошлое, которое есть, если взять вообще Северную Корею и Южную Корею, это вообще один народ был, их разъединили, они, у них сейчас язык, некоторые слова одни не понимают других. То есть, за счет того, что по прошествии времени у тех появилось что-то, у этих появилось что-то, и вот они могут говорить между собой и не понимать. Несмотря на то, что они говорят на одном и том же языке. С счет того, что вот в этот временной промежуток прошел, и со временем в культуре что-то другое появилось или появляется, а у этих, например, нет, а у этих да, и все, и она уже через какое-то время, они уже другие. Они по-другому думают, они по-другому изъясняются. У них другие, там, не знаю, обычаи, праздники и так дальше. Поэтому вот и такое дело. Поэтому, когда в Америку приезжают люди, вот если в общей массе брать, они все равно потом подключаются к американской культуре. И к американскому образу жизни. Несмотря на то, что они приехали с разных культур. Вы знаете, я вам так скажу, что раньше этот процесс, может быть, был более, но он был вынужден, был вынужден этот процесс. Сейчас в меньшей степени. Потому что раньше люди уезжали в 90-е годы, допустим, в конце 80-х, начало 90-х, 2000-е. То есть это была некоторая изоляция, да, культурная изоляция. То есть ты мог где-то встретить, пойти какой-то в театр, пойти еще на какие-то мероприятия, там встретиться со своими знакомыми. А сейчас среда YouTube, да, среда интернета, грубо говоря, да, ты можешь абсолютно потреблять любой контент, который ты хочешь. Да, это правда, это правда, но все равно то, что тебя окружает, то тебя формирует. Ты YouTube выключил, вышел на улицу, и вокруг тебя уже другая жизнь идет. И ты все равно, что ее цепляешь. Ну да, смотря, смотря, с чем ты чаще контактируешь. Если ты, допустим... Здесь есть русские, они живут там, условно говоря, на Брайтон-Бич, у них все вокруг русское, рестораны русские, магазины русские, люди вокруг ходят русские. И, конечно, многие из них язык вообще не знают, говорят по-русски, там остались, как говорили по-русски, так и говорят. То есть это играет, конечно, роль. Но все равно они все равно чуть-чуть другие, уже не такие русские, как, скажем, в России сейчас, несмотря на то, что они живут. Ну, знаете, если посмотреть на вот эти вот пещерные Брайтон-Бич, грубо говоря, да, вот это аутентичное, то, конечно же, они не такие, как в России уже. Это люди манерные, опять же, выходшие из Одессы, это люди, евреи в большинстве случаев там, ну, есть другие, но это русские евреи, вот так скажем честно, прямо многие из них. Поэтому, как бы, и у них уже, как бы, своя ментальность, там много одесского вот этого, понимаете, тоже много вот этого украинского, как бы. И поэтому можно сказать, что они выходцы Советского Союза, но они уже не относятся к той России, которая есть сейчас, и порядкам, и нравам, которые есть в России. Поэтому вы правы, конечно. Ну да. Кому вот. Кому вот. Ну вот, а сейчас, видите, как сказать, люди заходят, допустим, там, в Дискорды, в общение, там, в те же видеочаты, там, в тот же самый Ютюб, грубо говоря. И вот, и я, допустим, информацию о своем городе узнаю не лично, а узнаю из интернета точно так же, как и вы, может быть. Ну да. Поэтому, поэтому, можно в культурном пространстве жить вообще в другой стране, как бы, вот. Да, это здорово. И это раз, и в прошлое время, ну, то, что вы сказали, сейчас мир другой, все через социал-мидиа, все через интернет. Молодежь вообще сейчас другая, более открытая, более читающая. Некоторые со мной спорят, говорят, вот, раньше люди больше читали, я не согласен с этим. Я считаю, что сегодня среднестатистический любой человек читает намного больше, чем он читал когда-либо. Потому что у него день начинается, он открывает глаза, у него текст-месседжи, причем в текст-месседжах могут ему слать и статьи, и всякие ссылки, плюс ленту он читает. Хочешь, не хочешь, он читает. И за день человек прочитывает намного больше информации, чем, условно говоря, 30, 40, 50 лет назад. Ну, я вам так скажу, что люди ассоциируются, вот, молодежь ассоциируется сейчас, что вы сказали, с социальными сетями, да, и с мессенджерами, и с средствами коммуникации, и с гаджетами. Вот, и, как сказать, я не скажу, что они стали более умнее, потому что все-таки рассуточная деятельность, она предполагает, что человек напрягается. А когда ты просто это получаешь с экрана, как бы, в доступном виде, и ты еще зависим от этого, да, ты даже не можешь потреблять школьный контент. То есть мне даже учителя говорят, педагоги сейчас, что я вынужден теперь, вот я вижу, он под партой достает экран, и я делаю паузу, когда он посмотрит, и опять он включит, так сказать, диапазон своего внимания, буквально там на 5 минут, и я могу ему доводить информацию. То есть немножко изменилось, я не скажу, что стали более коммуникативные или более умные молодежь. Я считаю, что более умные, немного. Сегодня среднестатистический молодой человек намного умнее, чем среднестатистический 40 лет назад, потому что в нем заложено намного больше информации, чем раньше, и выбор у него есть в этой информации. Раньше тебе давали две книжки, и учитель тебе говорит, вот, читай и изучай сейчас. А сейчас учитель не может, скажем так, нагло врать своим студентам, потому что сегодня ты можешь проверить любого учителя за 15 секунд. Учитель должен быть более подготовленный, учитель должен быть более аккуратный, учитель должен быть в первую очередь более сосредоточен и знать, что он говорит. Потому что сегодня любой человек может, в принципе, учиться, не выходя из дома. Если у него желание есть, он тебе открывает, он тебе может и историю учить, и математику учить, все, что хочешь. И причем получать эту информацию в том, скажем, в том виде, в котором ему это легко воспринимать. Потому что многие вещи, которые, вот я вспоминаю, что то, что нас учили когда-то в школе, например, какая-то информация, я помню, она плохо заходила в меня. А потом, когда я захотел понять сам для себя, думаю, ну вот я вот это вот что-то не помню, да, я посмотрю. И с другой стороны эту информацию получал, скажем, от другого источника, теми словами, которые для меня просто ближе ко мне по моему логическому складу ума. И мне намного проще было ее воспринимать. Вообще, что мне в Америке нравится, здесь учеба очень классная, особенно университетская. Но она здесь чем классная, что она, тебе ее дают очень простым, понятным языком. То есть вот если там есть что-то, вот это слово вот так. Тебе не нужно там 50 слов искать, что это обозначает или как это обозначает. Потому что много информации подавалось, например, в Советском Союзе таким способом, типа, ну, примерно так, чтобы познать это тебе необходимо, переквальцы, и вот они вот эти вот набор слов идет, 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 этот поток информации, что тебе нужно потом после этого это все фильтровать у себя в голове, а потом еще расшифровывать, что они имели в виду. Поэтому сейчас все намного проще. И молодежь, вот я разговариваю с разными людьми, с разной молодежью, с разных стран, вот все страны, включая Россию, включая Украину, Норвегию, неважно, разные страны. Ну, очень, очень классная молодежь и умная. Я вам так скажу, что учитель перестал, ну, уже не является носителем информации, потому что зачастую, так сказать, ученик обладает более широким спектром информации, который его интересует, чем сам преподаватель, да? То есть роль преподавателя сейчас – это именно быть каким-то проводником, быть более компетентным и устойчивым с психологической точки зрения, да, чем учителя не обладают, если честно. Потому что наши учителя – это, как правило, женщины, которые средних лет, у многих уже цикловой переуход, да, климакс, грубо говоря, и они просто срываются на детей. Это вот советская школа, это слышишь, как… Еще есть, кстати, у вас там вот этот эхо советской школы, да? Соседнего кабинета, как кричат на детей и прочее, прочее, прочее. Это было, да, так скажем, что первая, так сказать, задача педагога – это быть эмоционально устойчивым и компетентным, да, я с вами согласен. Но он уже не является носителем информации. Но то, что стали дети более умнее, как бы по-прежнему не согласен. Почему? Потому что есть такая штука, называется нейропластичность, когда мы можем воспринимать информацию, воспроизводить, запоминать, воспринимать. И информационный фон шире, конечно, и дети черпают из более широкого информационного фона. Но раньше-раньше человек, допустим, который мог прочесть, к примеру, там, Киплинга, там, может быть, какого-нибудь там еще какое-нибудь, ну, произведение классическое, допустим, он, у него вся концентрация внимания, допустим, и его рассудочная деятельность, его воображение работало на то, чтобы переварить и запомнить всю книгу, понимаете? То есть его воображение, он уже не опирался на картинки, которые ему покажут, допустим, которые отрендеют, которые сделают, покажут, как оно есть, приходилось включать информацию. То есть не было даже сексуального воспитания, не было такого количества порнографии доступной, как сейчас, и они 8 лет, 6 лет в кармане имеют весь спектр порнографии. Это 95% никак родителями не ограничивается, они имеют к ней доступ. И поэтому мальчикам и девочкам, которые там, ну, девочке хуже в этом плане, на них порнография лучше повлияла, но мальчикам, когда они не имели доступа ко всему, всему этому зрительному контенту, приходилось больше воображать, а это нагрузка на мозг. Поэтому я с вами не согласен. Просто дети сейчас, дети всегда становятся детьми, и пока человек молодой, и мозги более пластичные, нейропластичность лучше, как говорится, они могут это выражать. Но, честно, люди никак не изменились. Нет, ну, люди не изменились, и изменились, то есть они в чем-то не изменились, но в чем-то очень изменились. То есть в чем самый большой плюс сегодняшней жизни, для молодежи и вообще, это то, что за счет того, что информации настолько много, что человек имеет право выбора, то есть у него есть намного больше возможностей выбора. Если раньше ему предоставляли там, условно говоря, 10 книжек, он их читал, и потом для себя мог выбрать, что ему интересно, то сегодня у него для интереса есть возможность выбора на 3000 разной информации. Например, сегодня человек может быстрее понять, что он от жизни хочет, чем раньше, потому что пока он попробует это, 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 40 лет назад, может уйти вся жизнь. А сегодня он может попробовать, условно говоря, за один месяц разный вид разной деятельности и понять для себя, что ему интересно и куда ему вкладывать больше своей мозги, и чтобы не отвлекаться на другое. Потому что каждый человек в чем-то лучше, чем другие, только ему нужно просто найти это. И за счет того, что информация сегодня намного быстрее поступает, это все проще происходит. И воображение сегодня у человека еще больше, чем было раньше, потому что он видит больше перед собой. Что такое воображение? Ну, средний статистический человек включает воображение тогда, когда он видит какие-то картинки. Вот это, вот это, вот это, вот это, и у него начинает срабатывать его воображение. Чем меньше того, чего он видит, тем меньше вырабатывается его воображение. А сегодня даже с этой порнографией, то, что вы говорите, и там еще с чем-то, и плюс они смотрят разные сайты, разные ленту свою листают, а в ленте могут быть не только то, что ему очень интересно, а менее интересно, но про то, что он раньше не знал, ему станет это интересно, скажем так. Я вам так скажу, я вам так скажу, что воображение – это все-таки додумывание, и на это нужно время, понимаете? Это как вот в компьютере процессорное время есть, объем, также и время для того, чтобы, допустим, напрягать свои мозговые центры, лобные доли там и прочее. Не каждый может напрягать, не каждый может напрягать. Но ему приходится, когда нет других, так сказать, способов развлечься, понимаете? Только игрой или игрой своего мозга внутри. А когда человек постоянно листает свою предложку в Ютьюбе, там Майнкрафт, дальше третье, четвертое, десятое, то не остается времени для запоминания и для раздумывания, понимаете? То есть вот моя позиция в чем состоит? Это как бы, да, первый вариант. Вот. И второе, да, то, что… Ладно, мысль ушла уже. Возражаете? Ну, нет, я просто хотел сказать то, что… То, что ребенок изначально, когда начинает расти, как у него формируется его мышление? До того, что он сам начинал воображать что-то, сначала ему нужно что-то научить или показать. Вот он увидел травку, он говорит, а почему она зеленая? Он увидел солнце, а почему оно светит? Он увидел лампочку, а почему она включается? То есть если он просто будет смотреть и не будет получать информацию, почему это происходит, ему нужно будет включать это все. Это будет очень долгий процесс. То есть проще ему сказать, дать ответы на те вопросы, которые у него уже есть, вопросы, например, есть, а ты знаешь на них ответы, ты ему даешь, и вот тогда у него начинается быстрее включаться дальше воображение, он уже начинает сам себе учить. Так я к тому говорю, что за счет того, что информация очень большая, то этих вопросов у человека возникает больше. Это значит, его воображение будет работать намного сильнее и быстрее. То есть, условно говоря, если раньше дети думали там про то, как найти, я не знаю, или как из спичечного коробка сделать себе, телефон на ниточке и разговаривают, то сегодня у детей намного больше, они сегодня намного больше могут и знают, чем, условно говоря, 40 лет назад. Но процесс развития интеллектуального или физического – это образ, анализ, практика. Вот когда идет образ, 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 не хватает времени на анализ и на практику. А оно же автоматический анализ будет. То есть, если человек, если человек… Я не знаю, и вот второе, то, что я хотел вам сказать, то, что, понимаете, вот то, что я в быту вижу, да, как бы в последнее время, что люди, наоборот, из-за того, что у них есть много информации, они не могут сделать выбор. То есть, раньше, допустим, в советские времена, грубо говоря, там была целая система. Ты там учишься хорошо, грубо говоря, да, ты идешь в университет, ты учишься средне, ты идешь в ПТУ. Дальше тебя там на завод. Вот из-за завода, кстати, было в партии ту деятельность легче выпрыгнуть, чем из какого-нибудь института. Вот, на партийную работу, грубо говоря. А вот тебе общежитие, вот тебе дом. В 22-25 лет уже многие заводили семьи. Сейчас уже люди в 30 лет не могут завести семьи, потому что социальная обстановка не очень, как бы, и люди… Сейчас средняя продолжительность жизни, оно все подстраивается. То есть, если, условно говоря, сегодня 30 лет, это как раньше было 20 лет, или даже 15 лет. Средняя продолжительность жизни растет. Второе, то, что человек там будет в ПТУ и все. Вот чем отличается советская структура, которая мне очень не нравилась, это когда каждому человеку дают одну и ту же информацию, каждому человеку говорят, что должен делать вот это, вот это, вот это, и за него делают выбор, кем он хочет стать. Ну, условно говоря. Дают там тебе на выбор три специальности, на выбирай. То есть, выбора мало. Сегодня аспект выбора тысячу раз больше. Сегодня человек, средняя жизнь его намного длиннее получается. И сегодня информация, которую можешь получить и сделать для себя выбор, намного проще. Человек, который и даже тот ребенок, который, скажем, условно говоря, в Советском Союзе его называли там, ну ты дебил, ты вообще ничего не знаешь. Он сегодня может в игру начать играть, да, и быть одним из самых лучших в том, что он делает. И этим самым он сможет и зарабатывать. Для него это будет, он будет себя стимулировать тем, что он что-то может. Ну и так далее. И не только игры, здесь разные вещи, в чем он может себя найти, в чем он может ощутить себя счастливым. Потому что это самое важное для человека в жизни. Потому что ты можешь работать всю жизнь и быть хорошим в этом, но тебя оно не сделает счастливым. А человек живет для того, чтобы получать хорошие эмоции для себя. Вы знаете, я вам так скажу, что, допустим, без социализации, без вот именно хороших эмоций в социуме, человек не сможет потреблять информацию. Поэтому вот дети, которые находятся, допустим, в интернатах и прочее, прочее, они неплохие. Они просто лишены этой среды, лишены хороших чувств, положительных эмоций, родительской любви. Поэтому они учатся хуже. Также и человек, у него есть интернет, допустим, у него есть доступ к информации. Допустим, если это не будет структурировано, если это не будет, скажем, как-то, как сказать, обустроено, что ли, то он вряд ли сможет что-то вытянуть дельного, понимаете, дельного для экономики, дельного для производства, деятельности, деятельности для себя лично. Я вот так вот считаю. И если взять, допустим, ну, как сказать, вот этих вот гейм, как сказать, киберспортсменов, которые играют в игры, зарабатывают деньги, послушайте, вот есть команды какие-то, которые занимаются этим профессионально, полупрофессионально, это жалкий процент. Понимаете? Это даже не тысячная там доля процента усиления. А раньше он был ноль. И не миллионная. А раньше он был… Не, ну это тысячная. Игры я дал как пример. Есть разный вид. Вышивать крестиком на этот… Стать дизайнером каким-то. То есть вещи, которые раньше, ты не мог научиться где-либо. Ты не знал даже, что такое есть. Человек, скажем, внутри себя, да, вот он какой-то… У него есть способность, там, скажем, быть каким-то… Не знаю, стихи писать или музыку писать, или, я не знаю, вышивать, или выжигать чем-то, или что-то делать, или, там, я не знаю, наколки рисовать. Раньше этого ничего, этого не было. И человек даже не знал, способен ли он на это. Потому что общество было закрыто от этого. Оно не знало этого. И человек был от этого закрыт. А сегодня у него открылись такие возможности, что он может, условно говоря, за короткий промежуток времени, понять, что он хочет для своей жизни. Намного проще ему сейчас просто. Нет, ну я понимаю, как бы спектр технический, так сказать, и выбор специальностей может быть больше, да, может быть больше. Но все-таки, все-таки, если вспомнить 90-е годы, то сильно выиграли от развала Советского Союза как раз-таки США, Европа, Израиль. Они выиграли от того, что, понимаете, что приехали к ним специалисты, которые стали в том числе и поднимать отрасль. IT-отрасль, вот это вот Силикон Вали, вот это Силиконовая долина и прочее, прочее, прочее. Потому что есть замечания критические некоторых там нейрофизиологов и так далее, которые говорят, что вот в США, США из-за численного анализа, к примеру, подхода к знаниям вот этого вот, страна отправила своих генев в тюрьмы и на бедзоколонки. А все-таки в Советском Союзе не было числительного анализа. И вот когда Союз распался, когда мы проиграли в Холодной войне, все-таки эти страны капиталистические, они получили грамотных специалистов себе в руки, подготовленных математиков, там астрофизиков. Не, ну они здесь, они были здесь и раньше. Не, не, я не соглашусь с этим. Они были раньше, но, понимаете, не было вот именно вот этот компьютерный бум, компьютерный бум, который появился, так сказать, он был именно в 90-е годы, в конце 80-х, когда поехали специалисты. Потому что математические школы, такой как в Советском Союзе, я не знаю, может в Индии была, но в США не было такого математического. Нет, в США всегда была, в США всегда было, здесь очень сильное, очень-очень сильное обучение. Посмотрите Нобелевских лариатах до 90-го года, посмотрите мировые открытия, которые были созданы до 80-х годов в Америке. Правильно, правильно, потому что они, большинство не выращивали своих специалистов, они приобретали. Нет, они выращивали, они выращивали и приобретали. Я же говорю, вы посмотрите, вот просто количество Нобелевских лауреатов, которые именно родились в Америке, жили в Америке, учились в Америке. А сейчас посмотрите, что, американские университеты входят, ну, в 20 университетах самых лучших университетов мира. Они же составляют эти рейтинги. Давайте, давайте Северной Корее отдадим, так сказать, приоритеты, составлять рейтинги, что получится. В том, нет, 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 это международные, международные эти. Вот если вы просто возьмите, вот именно Нобелевских лауреатов, где фамилии, имена, где они жили, где они родились, что они сделали. И вы посмотрите, здесь система университета построена так, что ты, вот у тебя оно как часы работает. Вот ты сюда зашел, сел в машину, ну, это или в поезд, да, он тебя отвез сюда, ты отсюда вышел, ты на выходе получил вот это. Здесь, здесь правильный, здесь, чем лучше ты учишься, тем дешевле тебе стоит. Если ты учишься на отлично, тебе стоит бесплатно, вообще бесплатно, ты ничего не делаешь. Здесь есть, помимо грантов, здесь есть scholarship, здесь есть разные эти плюс, здесь университеты так построены, ты, например, заходишь, если ты хочешь стать, например, лодик, да, то стать адвокатом, ты заходишь в университет, и ты хочешь условно работать вот в этой адвокатской конторе, да, то они тебя уже подготавливают сразу именно на те знания, которые необходимы именно для конкретной адвокатской конторы. Здесь очень сильно поставлено образование. Я с вами согласен, что, в принципе, если смотреть, допустим, на университеты, на то, как она подготовлена, какая у них есть история, допустим, что это выходит из Европы, что можно, допустим, с европейскими университетами сравнить, с европейской системой образования, вот в Европе, вот, допустим, в европейский вуз взять, допустим, вот Германия, да, Чехия, Польша, к примеру, Франция, там все университеты, все бесплатные, только поступи. И причем, неважно, из-за Фиопии, Украины или России, кто приедет, кто поступит, всем бесплатно. То есть они убивают 5 или 10 зайцев, понимаете, что все люди, большинство из них, которые заканчивают университет, они, во-первых, ну, как сказать, они компетентные, грамотные, они с фантазией раз туда приехали, и когда они остаются там, они имеют право вид на жительство получать, потом гражданство и остаются в этой стране. То есть они просто забирают все умы. Вот так вот. Вот это, в принципе, от американских университетов, мир очень глобальный сегодня, что мне очень нравится, что вот мне нравится, что сейчас вот так вот все переплетено, что с разные страны между собой. Ну, вы знаете, я вам так скажу, простите за то, что я вас перебиваю, но общество США, общество США, ну, есть люди, есть люди образованные, есть люди стремящиеся, есть люди, которые едут там, на Ближний Восток, изучают языки, понимаете, волаттерское деятельство занимается. Но в большинстве, в большинстве, именно американское общество, оно закрытое, они вообще не знают, что во внешнем мире происходит. Да, я, пожалуй, с вами соглашусь. Здесь люди живут... Вот мой гамбург, вот моя кола, вот мой диван, все. Люди здесь живут, нет, не только кола-диван, они живут внутренней экономикой здесь, внутренней системой. То есть смотреть баскетбол, футбол, все американское, смотреть новости, что происходит в моем доме, вокруг меня, или там даже на федеральном уровне, там что происходит в Вашингтоне. Ну да, это правда, они не интересуются... То есть международной политикой очень-очень маленький процент людей, которые интересуются здесь в Америке. Но с другой стороны... Знаете почему, мне кажется, почему? Потому что все-таки они... Такой есть стереотип, и отчасти это правда, что международная политика на них мало влияет. А вот когда появится, знаете, ощущение у каждого американца, что они уже не являются первой экономикой в мире, что они не являются неприступным бастионом, тогда они начнут... И это может быть угрозой в любой момент, международная политика, тогда они начнутся интересоваться. Они здесь просто настолько все... Ну как... Знаете, здесь стабильно все. Стабильно в том смысле, что республиканцы с демократами могут ругаться, переругаться и все, но... Трампу власти или Обаму власти сильно большой разницы нет внутри. Поэтому, когда там люди говорят про международную политику, здесь говорят, ты сделай вот здесь мне. Я хочу больше рабочих мест, я хочу меньше текстов платить, налогов, я хочу, чтобы у меня были здесь все, что мне нужно, а в международной мы тебе верим, делай там, занимайся. Ну вот, это, видите, отношение такое, что когда человек чувствует себя, что моя теплица непоколебима, то какое мне дело, что... Они даже про это не думают, что моя теплица... Потому что если бы изначально было бы такое, как бы, что есть угроза, допустим, что мы не первая экономика в мире, грубо говоря, да, что от международных отношений зависит наше существование, ну, по-настоящему, да, как бы, то люди бы интересовались. А так у них просто есть такой мир, что они вот, Сион на горе, так сказать, библейский, все, они непоколебимы, что все классно, как бы, вот, мы будем стоять вечно. И все, тогда какое мне дело, что там творится? А когда ты маленькая страна, вот такая вот, как Израиль, грубо говоря, или еще что-то, и когда вокруг тебя, можно сказать, буря и буря происходит, и ты постоянно замечаешь, ты будешь интересоваться об этом. Понимаете? Израиль классная страна, я там был. У меня, это как его, очень хорошие воспоминания от Израиля. Ну, окей. Окей. Действительно, вот такая страна, вокруг враги, и она, ну, просто молодцы. Создали демократическое общество, несмотря на то, что там есть, конечно, радикальные евреи, которые более радикально настроены, и все, но, в принципе, страна, технический прогресс, просто вот. Ну, у них, у них нет, конституции, у них нет конституции, у них именно религиозный диктат, они не могут расписываться, выходить замуж, если они, допустим, не подходят по законам Галахии, и исламисты тоже, мусульмане тоже могут своих мусульман расписывать. Светские не могут расписываться. То есть, есть там очень много перегибов, которые вообще не демократические. Вот. Но если вам понравилось, как бы, в принципе. Да, мне очень понравилось. Ну, Израиль, Израиль классно. Ты приезжаешь сюда, во-первых, ты видишь, ну, там действительно технический прогресс наравне с самыми разными, развитыми странами. То есть, ты понимаешь, что ты приехал не в третью страну мира. Как ты понимаешь, ты приезжаешь? Ну, если с окружающими странами Ближнего Востока сравнивать, ну, есть Арабские Эмираты, Катар, допустим, как еще? Дубай, ну, вот. Арабские Эмираты, Катар, допустим, такие страны. Саудовская Аравия. Ну, Саудовская Аравия меньше. Но там есть у них центры такие, которые тоже развиты, в принципе. нет, центры развиты, но я имею в виду, вот, в общем страна. Вот ты едешь, говоришь, смотришь. Ну, если с Ближним Востоком сравнивать с Ближним Востоком, то избирать. Тоже религиозные, но все равно у них религиозно перемешано вот именно с наукой. И ты это видишь очень сильно. То есть, научно страна развита. И медицина, медицина, наука, очень развитая страна. Я вот смотрю, допустим, из всех стран, которые я считаю более-менее, как бы, приемлемы по менталитету, по культуре, это Германия, в принципе. То есть, они, у них много вызовов тоже, внутренних и внешних, так скажем, потому что, это первая экономика Евросоюза, но все-таки, если все, и климатические условия учесть, и там, и социальные, и медицина, и налоги, и там, ну, все-все-все-все, и возможность, допустим, вот два шага сделать, и ты во Франции, два шага сделать, и в Голландии, два шага сделать, и в Польше, то это, конечно, Германия. Потому что, если, допустим, в США, тебе нужно через океаны летать, куда-то выехать, вот, опять же, вот это 110 вольт, вот эти, беспортовые вот эти вот энергосеть, как для, у нас европейская система 220, 220 вольт 50 Гц, как бы, это 210, вот эти вилки непонятные, как бы, вот, то есть, свои загвозки есть, как бы, понимаете, то есть, свободное ношение оружия, может быть, и пристрелить, грубо говоря, потом полиции нахамил, там тоже могут тебя прибить, короче, настолько все преувеличено, очень преувеличено, это, это то, что вы видите, там, полиция пристреливает, и все, например, я на своей жизни покажу, я здесь живу почти 28 лет, ну, 27, да, я был, я машину ввожу, вот, как приехал, через полгода я уже сидел за рулем, и вот с того момента, вот, три раза меня останавливала полиция, ни разу не получил штраф, и много раз видел разных ситуаций, и все, то, что там полиция бывает грубой, бывают моменты, но это не система, это, то есть, отдельные случаи какие-то, да, бывает, а системно полиция здесь очень, ну, толерантная, очень, ну, нормально себя ведет, поможет, я же говорю, один раз ехал на дороге, у меня колесо пробило, полицейский подъехал, у меня был домкрат такой маленький, его нужно было раскрывать все, он говорит, сейчас подожди, у меня есть дорога, мне сам этот поменял мне колесо, то есть, у меня очень хороший экспириенс с полицией, а с оружием, ну, нетипичные происшествия, нетипичные происшествия, они просто все-таки резонансные, да, да, если брать по резонансным, да, есть, бывают исключения, и полицию тоже здесь садят в тюрьму, и всякое бывает, как везде, люди есть люди, есть хорошие, есть плохие, но сама система построена правильно, полиция очень хорошо себя ведет. Ну, видите, видите, это тоже плохая, как сказать, плохая сторона устройства американского общества, вот это вот классовость и кастовость, понимаете, то есть, ты можешь, обалденно, ты можешь из класса в класс переходить, понимаете, но, все-таки, нужно я все-таки отреагирую, закончу, да, все-таки задача государства, задача государства, это не разделять людей на классы, да, так скажем, а смешивать их, если ты упал, тебя должны поднять, если ты слишком голову высунул, тебе с помощью налогов должны голову отрезать, потому что все люди рождены равными, а когда есть классовость, понимаете, это именно идет уклон вот в это, вот в это, в иерархию, ну, не в иерархию, а вот, вот это вот касты, понимаете, это уже пережили когда-то, понимаете, поэтому мне европейское общество, в частности Германия, не Германия, ну, Европа больше нравится, тем самым, тем, что там более грамотная социальная политика, и все. Я, нет, я не согласен здесь с вами, вот мне почему нравится здесь, здесь именно вот в том смысле, что-то разделение, сейчас объясню почему. Здесь построено все так, что человек имеет изначально выбор, где он хочет жить, и у него есть постоянно к чему стремиться, и здесь, вот если брать социализм, да, или вот как коммунизм особенно строили, у них получалось так, что мы все вместе строим вот это, да, а здесь во голове стоит один человек, один человек может создать что-то, что остальные подключатся к этому, я просто вот помню, в советском союзе, знаете, как в школах было, там ты какую-то инициативу делаешь, тебе говорят, ты что, ты самый умный, сиди молчи, то есть это было как вот, ну, дважды два, четыре, постоянно били по рукам тех, которые были более активные, более предприимчивые, более быстрее думающие, потому что их хотели прерывать к остальным людям, будь как все, будь такой, чтобы все одинаково были, так не получается, человек изначально рождается не в одинаковых условиях, один рождается, условно говоря, с рукой, а второй без руки, они уже разно, по-разному родились, но тот, который без руки, не означает, что он хуже, чем который с рукой, потому что тот, который без руки, может свою жизнь сделать быстро и так, что он будет счастливее намного, чем тот, который родился с рукой, в этом же вся вещь и вот этот выбор который у тебя есть ты смотришь у тебя есть вот это вот это вот этот я хочу вот так и ты начинаешь к этому стремиться и тогда у тебя начинает работать намного быстрее все твои и воображение и желание твои какие-то и все и ты и ты становишься частью общества только ты для этого общества может создать то что ты никогда бы не создал если ты находился в уравняловке ты создаешь тогда когда ты хочешь стать лучше так устроена психология человека из ты будешь говоришь я такой же как все то никогда ничего не создавь знаете как всегда создается что-то новое вопреки чему тогда все говорят это невозможно даже забудь ты это не сделаешь тут рождается один человек один который а я знаю как это сделать а как я не знаю это вопрос того что допустим как может человек потеряли потерять мотивацию или человек может быть мотивирован да хочешь там лучше жить и давай суетись давай дергайся это все понятно мне но если вам такое нравится в сша и живете ну вот я допустим нет больше нравится швеция да если человек наркоман бомж ему будет все равно социальное пособие давать на съем квартиры если он найдет себе квартиру свободную допустим за там тысячу евро и подаст вот у меня есть за еще евро ему буду давать эти тысячи евро на все квартиры богатом доме хорошем районе понимаете среди достойных людей которые уже не будут получать социалку на эту съемку квартиры а просто буду сами платить вот и все именно специально делается я скажу почему в чем есть прелесть того что как здесь делается то есть человек то есть человек когда есть например у него финансово там что-то не получается или он падает да спотыкается или еще что угодно он может пойти в социальную службу если они здесь они есть и сказать что у меня там нет денег у меня нет жилья у меня нет они тебе говорят мы тебе даем условно говоря такую-то сумму денег вот мы тебе можем взять квартиру за такую-то сумму и там кредиты такая специальная карточка на питание на эту столько-то в месяц тебе живи ходи его человек есть люди которые вот они сидят на этой программе на ново и сидят и годами сидят а есть люди которые потом детей еще делают еще детей садят на эти программы но но есть у тебя твой этот выбор вот и посидел там условно говоря два три четыре пять шесть месяцев выясни мне так не устраивает потому что смотришь другие люди поднимаются у них еще лучше еще лучше и я хочу я тоже хочу что-то сделать то что будет для меня лучше потому что конечно хорошему приди предела нет и здесь не каждый человек миллиардер в америке до условно говоря но вот это вот то что ты видишь вокруг это что ты понимаешь что ты тоже можешь этого достичь вот это вот понимание того что здесь это вас что это возможно что здесь не только те которые условно говоря имеют какую-то там теплую руку или кто-то может тебя позвонить и сделать тебя тем кем ты хочешь что ты сам это можешь достичь что ты сам это можешь сделать если будешь следовать каким-то уже правилам которые здесь есть вот и все а теперь давайте про россию немножко давай что у нас что у нас в россии в общем значит я знаю допустим израиль я перебью я очень много то что сейчас у вас россии я не знаю потом я не смогу с вами спорить ну если вам интересно мне очень интересно да в общем есть такой момент допустим вот вот тот же израиль или германия к примеру если человек получит удар по лицу от кого-то дата нанеси нанесивший удар попадет на пол миллиона долларов штрафа ну или меньше там больше там но это приличная сумма у нас же в россии знаете как по советскому пространству по морде получил это за милое дело это может быть вообще приключиться вот где угодно вот и у меня уже было два случая получил по лицу короче один раз на улице второй раз я у меня там я посадился дерево сосну у меня вырвали я пошел сам я пошел да я пошел меня вырвали это мою сосенку я пошел смотреть эту лунку муж его рядом где-то кинали в это время амбалы на меня набегают и говорят ты чё сука наркоман типа эту закладку ищешь наркотики я говорю а ты кто такой мне вообще подбежал куда-то спрашиваешь так типа иди своей дорогой вот и все слово за слово короче меня ударили по лицу я брызгал оболочком человека они ретировались я их догнал сфотографировал девушка там стояла с коляской взял у него номер телефона как свидетель все сам сделал полицию обратился через 30 не закрыли а я еще их по фильму финфейс подошел вконтакте ну дело закрыли а закрыли дело нет 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 понять а кстати файнфейс дайте вот программа поиска по лесу вконтакте да на нейросетях основаны короче грамотно ищет я их нашел двух короче этого типа и того типа их сфотографировал и все все закрыли как бы вот то есть у нас вот так вот живется поэтому я сама профессии сварщик да как бы у нас идет деиндустриализация где профессионализация идет полнейшая то есть кадры уезжают в санкт-петербург краснодар москва и дальше миграция идет уже зарубеж у нас страны то есть квалифицированные кадры уезжают у нас в области вот хабаровском крае проживаю тоже с хабаровска выезжают переживаю приезжают из поселков и сел нашего края то есть уже деревенских тоже становится у нас много так скажем лица так скажем то есть идет об обыдлении населения у нас там преимущественно кто живет кто кто живет у нас все русские у нас все русские но преимущественно собрать этнический состав 85 процентов 85 процентов если не больше это украинцы да ну все сейчас они все русские уже конечно вот и понимаете как сказать и ну вот такие вот дела я уже думаю как бы поехать может в чехию сварщиком поработать как бы так а потом муж канаду переехать поэтому потому что это мне 32 года как бы и до 25 нет нет вот ну я не бухаю спасибо да вот кстати я тут в жизни в хабаровске тоже с американцами не общался не горит и сварщик 32 года но тогда мне было лет 29 вот и это как бы вот так вот мне мысль вот так вот тоже уезжать потому что я не вижу здесь как бы понимаете перспектив то есть я вот как как сварщик да как рабочие всегда страдает то что у меня коллеги они либо матяшинники алкаши куряки короче там ну грубые люди ну грубые все в рабочей специальности что люди двигаются рабочего труда люди больше двигаются и больше со стороны вырабатывается что подвижный образ жизни вот они более брутальные такие вот это во всем мире поэтому я тоже думаю въехать вот сначала в чехию а потом может быть канаду или там европе я был я был в германии по финляндии и пережил и работа когда-то вот на украине в сентябре был мы тоже знаете украина украина после после украины когда возвращаешься в россию это понимаешь как мы еще в россии богато живем то есть чтобы там не говорили вот это вот знаете вот европа все это пока украина в киеве два года назад украина бедствует это была моя первая поездка за за 25 лет я был очень приятно удивлен но я в киеве был очень ну знаете если допустим сейчас посмотреть на киеве допустим крещатик центр вот это галя на палец а вот это напротив гостиница там украина которая раньше называлась россия вот там все разбито там вся плитка вот так вот напополам треснута понимаете бордюры вот такие если в москву приедете там в москве просто москву я не делаю я видел нет так вот именно сам центр города особенно вот андрейский спуск как европе как во франции как в германии вы знаете там там очень много всего обшарпанности убитого всего самом киеве вот это вот социальная инфраструктура все если с москвой сравнивать даже с хабаровском есть места которые ну просто вообще как у нас деньги тратятся на благоустройство я была допустим я вот был волынь волы волынь да ну как сказать волынская область львовская область ивано-франковская область я был вот на западной украине львов хороший красивый исторический центр но если опять же опять же с питером сравнивать или с прагой то тоже там столько облупленных крыш столько но лепнины ну как сказать от ну отвалившийся да то есть нужно реставрация и нужно реконструкция города но деньги деньги город вот львов зарабатывает на бешеные на туристах сутки и как мало из этих денег на реставрацию на реконструкцию тратится это вообще то есть его его львов красивый все там столько стиле в украине также я знаю что там сейчас мужчин не пускают нет это все это вот понимаете вот вот до этого был президент порошенко понимаете он врал не только чужим но и своим сторонникам там закон приняли какой что вот когда эта вся буча с катерами произошла что запрещен въезд лицам от 16 до 60 лет они раструбили это везде эти пара работа здесь видеочате политически заряженные прочие там сидели сидели все это говорили ну обман то был в чем и лицемерие то что он их своих обманул потому что закон звучит так полностью вот полностью тех закона запрещен въезд мужчинам от 16 до 60 лет без особых причин без особых оснований до , прописанным в крыму и севастополе то есть из крыма и севастополя только нельзя не совсем понял а только если у меня прописка вот в загранпаспорте у нас нет прописки вы а чтобы вы заезжали в украину вас вообще никто не спросил как и что проезжайте и все или вы не должны были сказать почему вы едете нет меня просили конечно у вас цель визита я говорю я турист все все нормально езжайте дальше все то есть меня белорусы держали больше когда я первый раз ехал позапрошлом году а в прошлом году белорусы уже там из россии в украине или чехии или из германии то есть из россии в германию из германии в украину из белоруссии нет пограничный так сказать режим въезда да и пограничного он универсальный это неважно с ребятами из украины они меня или я просто неправильно понял ну не знаю если вы будете вы въехали да вот собеседники сами из украины не знают я говорю да россияне украинцы едут все как бы заворачивают там единичный случай там могут завернуть кого-то я я знаю есть такие случаи есть кто в базе находится есть там допустим который просто не обосновали цель своего въезда мутные какие-то ну это это любые пограничники российские знаешь знаете сколько украинцев не пускают в россию еще больше чем украинцы не пускают россиян российский еще больше заворачивают украинцев вот поэтому как бы вот так вот просто я думаю что украины вы уже в россии а из украины вообще то есть можешь уехать да получается конечно конечно то есть там там нету запрета никакого ну и визового режима у нас конечно же нет поэтому смотрите смотрите вот при ельцине при путине до 2008 года или 2006 года до 2006 или 2008 года это были ельцинские времена путинский до 2006 был односторонний без виз то есть к примеру немец въезжают в россию без визы или американец въезжает в россии без визы в обратную сторону нужно визу ну россияне понимаете а потом путин сказал если вы не хотите короче нам безвиз делать то мы немцев короче сделаем визы и американцам визы тоже сделал обратно оставил без виз казахстана украина ну односторонний без виз вы можете в казахстан въехать без визы допустим поэтому больше в украине чем в россии ну да иностранцев больше вот лукашенко лукашенко сделал безвиз на пять суток по моему или на неделю только при одном условии если ты въезжаешь летаешь страну самолетом ты должен не наземным путем приехать а самолетом в аэропорт минску при приоритет международный тогда тогда вам на 7 дней в этот паспорт визу ну как бы вставляет понимаете то есть я могу лететь по американскому паспорту без визы преданта и мне там ставят и вам там поставят да на 5 или на 7 дней но в чем прикол вы должны покинуть страну тоже из этого аэропорта поэтому когда я был в бресте я там с немца познакомился и как у меня но английский такой ну на таком среднем уровне немецкий как бы вот и поэтому я единственного ну как бы языком владеет мы поехали белобежскую пущу и я там на немецкий там какие слова не знаю там на английский переходили с этим парнем короче общались он уже не студент банковский работник там вот работает короче там он приехал как турист и вот влетел в минске международный аэропорт по без визу этому и а я говорю а почему ты не можешь там хочешь сразу поехать мне надо обратно в минск ехать потому что я должен вылететь из минска вот такие условия визы ну то есть это тоже дурость я бы на месте батьки бы сделал ну хорошо ты прилет сделал а ужайка хочешь только отметься это мало американцы в этом плане я ничем не отличаюсь от всех остальных здесь в америке то есть 5-7 день что у меня еще есть там этот в этом по моему три месяца вот там в украину по моему могу три месяца 90 суток как мир для же сиян 90 суток то есть я могу допустим примеру ну так же вот примеру если в чехии пример три месяца поработать чехии а потом вернуться и уже не себе в хабаровск прилететь а на украину поехать там почти месяц там обратно это считается а то есть вы можете из украины тоже чехи потом ехать то есть него нет нет главное чтобы у меня была чешская европейская виза рабочая а так откуда я въезжаю куда ездит они вас да кто-то мне говорил что в чехию сейчас ездит из россии из украины и помню подождите подождите все страны вот которые открывают рабочие визы официально это страны прибалтики допустим литва польша чехия они открывать всем они открывают и казахам и россиянам и украинцам и белорусам просто украинцам легче въехать как вы сказали то что у них есть без виз они могут быть а смогут осмотреться хотя многие туда не едут они сразу фирму находят им делают рабочую уже на месте кто грамотный потому что многих проблемы кто поехал в польшу по без визу работать нелегалом нафига это нужно потому что ну потому что работодатель за тебя не отвечает да и ты можешь делать это легально и люди экономят какие-то там недели на этом а потом еще проблем получают их еще по динамам манут поэтому так да так и живем в общем резюмирую то что тоже думаю уезжать потому что потому что такая вот система у нас понятно вот так ну ладно вам всего доброго спасибо было да было приятно пообщаться с вами вам тоже всего хорошего да вы хороших обетенник умеете слушать спасибо удачи там до свидания что